Вы сегодня находитесь на первом родоуправлении, которое у нас основано в 1934 году, дошлого столетия. В начале встречи студенты узнали о самом крупном городообразующем предприятии Верхней Камье – Уралкалии, о соцпакете, одном из лучших в отрасли и преимуществах работы в крупной компании. Затем вводный инструктаж с обучением использования индивидуального средства защиты самоспасателя. Далее – посещение диспетчерской, где происходит сбор и анализ информации о всех производственных процессах в шахте. И, наконец, самое интересное – спуск в шахту на глубину 385 метров и познавательная экскурсия о добыче полезных ископаемых. Спуск в клете, соленый воздух, поездка на специализированной машине «Крот» – для омских студенток это все было в диковинку. Проехав внушительное расстояние по подземным тоннелям, девчонки познакомились с работой комбайнового комплекса. Увидели, как комбайн рубит соль, которая затем размещается в выработанном пространстве. Будущие педагоги-географы с жадностью впитывают всю информацию, которая пригодится им в дальнейшей выбранной ими профессии. По учебной программе Педагогического университета подготовка географов ведется с обязательным прохождением практик, в том числе ознакомительных в разных регионах и на разных предприятиях. Компания «Уралкалий» такую возможность с удовольствием предоставляет, потому что предприятие заинтересовано в высококвалифицированных молодых специалистах. Традиционно в летний период в шахты «Уралкалия» на ознакомительные экскурсии приходят студенты профильных специальностей из ПНИПУ. Студенты из Омска в «Уралкалий» впервые. Предприятие заинтересовано в том, чтобы как можно больше молодых людей в стране узнали о «Уралкалии», какие возможности открываются для молодых специалистов. Когда я обращаюсь к руководителям предприятий, чтобы нас пустили, они говорят, а зачем вам это надо? Педагоги, географы. Я говорю, ну так здесь каждое слово наполняется смыслом. Когда мы видим что-то большее, расширяем свой кругозор, это, конечно, дорогого стоит. Поэтому огромное спасибо руководству, всем, кто нам идет навстречу и помогает нам попадать на такие предприятия и под землю. Я сейчас смотрю, у них глаза начинают гореть. И я знаю, что если они придут в школу на практику на будущий год на пятом курсе, они непременно об этом расскажут. Именно так и поступит студентка четвертого курса Алина Лиликевич. Она уже подрабатывает учителем географии в школе и понимает всю необходимость таких практических занятий. Они действительно важны, потому что не только в теории все хочется услышать, но и увидеть на практике. А вот такие как раз выезды, они позволяют узнать все это, так сказать, попробовать все на себе ощутить, потому что когда еще, если не на практике, ты побудешь в шахтах. Стоит отметить, что девушки параллельно получают и вторую специальность – основы безопасности жизнедеятельности. Здесь мы видим стыки двух предметов, как география и безопасность жизнедеятельности. То есть непосредственно мы гуляем по шахте, мы видим, как идет именно обеспечение безопасности работников шахт. Я хочу идти в охрану труда, именно обеспечивать безопасность людей. Приедешь к нам на Уралкали работать? Ну, здесь очень интересно, меня заинтересовало. В принципе, место, город, профессия. Заместитель главного инженера по производству рудника СКРУ-1 Сергей Акатьев показал студенткам горные участки, где трудятся разные специалисты. Девушки сегодня увидели, во-первых, в первую очередь, что такое отбойка, что такое добыча, доставка породы, что такое крепление, что такое кровля, как она крепится. Уралкали готов принять любых специалистов, которых также за свой же счет они могут и обучить, переобучить, переквалифицировать работников, ну и, соответственно, предоставить полный соцпакет. Для Уралкали это очень важно, потому что мы планируем, что не только наши работники Пермского края могут работать, но и из других городов нашей страны. Успешного прохождения практики, удачи в дальнейшей учебе и реализации себя в будущем как профессионалов желают студенткам Олеся Петровичева, Сергей Сюзев и вся телекомпания Соль-ТВ.